пальчиковые варианты ладонные и локтевые все куклы несут живую меру поскольку когда вы будете их делать вы будете подставиваться под свои размеры пальцев локтей и ладоней естественно уже в это закладывается своя идея потом изначально раньше куклы делались по природным циклам ну что это значит по природным циклам то есть допустим вот эта кукла травмится она делалась после сбора свежего сбора травы то есть это в июле в июле эта кукла травмится называется она делается на здоровье и в основном ее делать для того чтобы обрести здоровье чтобы убрать беспокойство убрать бессонницу успокоить человека да то есть каждая кукла делается на какое-то событие что это делалось летом вот эта серия кукол называется копилочка и богач они делались после сбора урожая то есть это октябрь так потом вот спидон например он есть в арбурочке такой с колесом мужчина он делался в то время когда у нас солнце набирает свой оборот то есть после зимнего солнцестояния до летнего солнцестояния до летнего солнцестояния 21 декабря до 21 июня то есть каждая кукла делась какой-то свой определенный период в основном этот период был связан с теми жизненными процессами которые происходили в наших лет то есть это сбора урожая там пришла зима там я не знаю ну то есть вот да то есть с какими-то природными циклами или жизненными обстоятельствами так далее давайте наверно пробегусь расскажу смотрите букву всего существует где-то около 500 но у меня пользуется популярность я использую ну штук 30 своих мастер-классов то есть у нас в основном пользуются спросом самые популярные выйти замуж родить ребенка что-то решить какие-то материальные вопросы восстановить отношения решить вопрос с карьерой ну или там как-то улучшить какие-то ситуации своей жизни восстановить какие-то баланс у себя но сейчас остановлюсь немножечко вот восстановить баланс например вот эта кукла она такая своеобразная кукла переверта что-то она выглядит вот так вот с другой стороны она выглядит вот так кукла называется девка-баба что она олицетворяет то есть вот в этом варианте она девка вот в этом варианте она баба делается тогда когда нужно женщине восстановить правильный баланс между состоянием девушки и женщины у нас очень многие выходят замуж и не умеют правильно строить отношения в семье выстраивать ну как вести семейные дела что-то не застревать в состоянии девочки-девушки ну вот то есть вот такая вот интересная потом например вот эта такая кукла видите тут женщина ведет за руки как девочка нет куклы как зовут ладно потом вспомню скажу эта кукла делается на восстановление связи между поколениями то есть вот большая кукла она старше поколения младше поколения то есть делается на восстановление отношений ну улучшение отношений на восстановление связи восстановление родовой памяти родовой связи то есть затрагиваются даже такие глубины вопросы не только касаемо там бытовых каких-то вещей ну вот любимое семя капустка видите она тоже какой-нибудь интересный вот такая грудь грудь в данном случае показатель того что это показатель возраста то есть что девушка находится в молодом возрасте и грудь здесь показывает что она готова покормить своего ребенка дать эту женскую энергию своей семье очень любимая кукла у всех женщин если бы мы сейчас делали мастер-класс по этой кукле то там боя бы не было кукла-желанница это вообще подруга девушки женщина делается в помощь ну делается она как подруга по жизни для девушки и женщины делается один раз в жизни пока она сделалась и на всю жизнь да 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 нельзя ее терять наверное ну ее надо определенным образом хранить поэтому она не потеряется вот вот такой вот конь но тут он как же ребенок скромный кукле уже знаете сколько лет лет 5-6 она уже потрепленная со мной везде прошла на самом деле она в оригинале смотрится даже еще интереснее когда делаем делается вот у нее два направления идет как мужской оберег то есть любому человеку мужского пола можно хранить как на защиту или делается без разницы кому для активизации жизненных процессов для активной деятельности для движения вперед для целеустремленности для движения в карьере да у меня вот с такими куклами люди находили новую работу но более перспективную улучшали повышали свои какие-то карьерные дела получали даже повышение по службе вот с этими куклами вот с солнечным конем солнечный конем называется так давайте вот пальчик пальчик вот это вот называется колокольчик она делается на привлечение добрых вести в дом то есть такая вот маленькая вот это вот вот кукла радость это пальчиковая кукла кукла радость на летние руки вверху к солнцу вот такие пеленашки делаются тоже на здоровье птицы это у нас куколка счастья называется на состоянии женского счастья это на то чтобы вот эта кукла то есть все куклы в основном делаются на привлечение чего-то доброго позитивного а есть куклы которые делаются на то чтобы убрать что-то вот эту куклу делается для того чтобы убрать все проблемы связанные с болезнью то есть эмоции которые у нас накопились которые нам принесли болезни или беды вот делаются на эту куклу вот такая интересная необычная куклка с болтающимися ногами делается для того чтобы убрать у женщины женское одиночество ну правда такое проявление есть что женское одиночество для привлечения души ребенка то есть чтобы у нее появились дети чтобы она не скучала по жизни но мы тут импровизируем на мастер-классах у меня некоторые дамы загадывают себе чтобы у них появился мужчина чтобы вот у них скука ушла в другом и что потом было по опыту кстати вот у меня к чему это как правило с этими куклами женщины встречали и мужчин то есть они не в секрет уходили а замуж сначала да сначала вот эта кукла очень необычная называется свободница она делалась девушкой перед замужеством то есть не тогда когда она уже выходила замуж а перед тем как девушка хотела выйти замуж для того чтобы набрать себе те качества которые необходимы для замужества у нас как правило как подбирают там чтобы девушка была добрая там внимательная там женственная да вот как раз вот эта кукла помогает эти качества привлечь для того чтобы мужчине хотелось взять эту девушку замуж понятно да вот вот кстати у меня с этой куклы когда я себе делала я как-то много лет назад я ее себе делала и меня она сильно так не впечатлила так смотрю как-то мне почему-то не нравятся плоские милиции я так как-то сильно впечатлилась но когда я ее сделала мне остались встречать знакомые вроде бы я была все то же самое что с тобой случилось ты вот не такая и все ну не такая и все я такой вот так присаду в глаза вот так что-то вот эта кукла да я как обычно почему-то руки не доходят все уже устают потому что она из категории сложных называется характерная бабка делается для накопления мудрости или для привлечения или для того чтобы руках все спорилось вот такая она уже из категории сложных вот такая кукла тоже уже старая 10 ручка помощница женщины по хозяйству то есть у нее 10 ручок тут женщина везде во всем поспевала в тех областях которые ей ну считают необходимы вот эта кукла называется благословение матери очень сильная кукла делается на то чтобы получить благословение от своей матери и от своего рода мы как правило сейчас потеряли вот этот обряд благословение родителей через эту куклу можно его получить неважно живо родители не живо родители то есть можно совершить задним числом это получить благословение от своей мамы себе от своей бабушки своей мамы своей мамы от своей прабабушки восстановить да кукла очень сильная когда начинаем делать у нас очень много начинает происходить вокруг вот кукла-рябинка она делается во-первых сильная оперета для дома делается на раскрытие творческих способностей женских на привлечения женских качеств вот кстати куклы они почти все без ног а вот например вот эти куклы с ножками у них тут текции ножки одевают а так очень многие куклы допустим вот с куточкой есть куточка бумажная а там где-то я вам показывала что есть куточка тряпичная есть куточка у нас с волоски то есть на дереве кусочки вот кстати вернусь к коням что-то я рассказала и быстро от нее ушли вообще мой жизненный путь творческий связанный с обереговой куклой начался с этого коня не с этого конкретно а вообще с солнечного коня я была на каком-то фестивале подхожу к женщине она весит сто просто с задерживаться вот этими куколами я подхожу и мне вот как к художнику вот я только вижу там коня querer больше ничего нет не только этого коня я стою такая и боже мой я не знала вообще что это там какая табереговая не береговая кукла что она там несет не несет anyоб 저기 ничего не знаю при том что была такая ситуация что у меня даже не было следствия чтобы его купить Я сижу, думаю, что же делать? Ага, не атака. Что? Я торговала за синим столиком, у меня были свои изделия. Подхожу к столу, к продавцу и говорю, давайте меняться. Это у меня был первый опыт такой. Продолжение. В общем, у меня была корова, у меня был конь, мы сделали обмен, счастливые разошлись. Но я тоже ушла, мне тоже никто не объяснил, что это делать. Потому что мне иногда задают вопросы, нужно ли в это верить или там еще что-то. Я говорю, вот вы знаете, вообще ушла, ничего не верила, ничего не знаю. Но этот конь так меня понес, настолько оптимизировал мою жизнь, что до сих пор не несет. У меня стали происходить такие моменты. Но потом, конечно, я уже увлеклась, уже начала читаться, заниматься. Попала, естественно, в нужное время, в нужное место. Начала увлекаться, заниматься. Ну, и вот так все. Потихонечку произошло. Расскажу. Вот, кстати, вот с этими куклами, которые на материальное благополучие тоже. Первый раз мы делали у меня дома много-много лет назад. У меня дочка тогда была 8 лет. То есть, ну, мы пришли, у меня 8-летний, какой-то ребенок. Я тоже хочу делать. И, кстати, тоже еще задают такой вопрос. Вот тоже ребенок ни о чем не знал. У нее не было никаких ограничений в голове. То есть, просто сказали, делай так, ну так. Через, наверное, полгода-год у меня дочка походит и задает мне такой вопрос. Что такое банк? И как правильно там хранить деньги? Потому что у меня за этот год она начала зарабатывать с 8 лет. Уж не могу сказать, что, ну, не буду прям так заявлять, что это только с куклы началось. Ну, в любом случае, это как-то каким-то образом почему-то произошло. И что интересно, что иногда мне тоже будет вопрос, ну, как же там мы будем зарабатывать, как нам там будет что-то переходить? Надо просто опросить все ограничения. У детей их еще и пока нет. То есть, не затыкли с ними. Вот так все происходит. Расскажу такой, два примера, которые я привожу всегда из-за моей практики, которые настолько вообще удивительно изменили жизнь людей. Ко мне пришла как-то девочка, вот когда я так начинала здесь в клубе работать, у нее была такая ситуация. Она только что после развода, двое детей там по 6-7 лет, в общем, с мужем взялась, в мушку от уехал, еще оставили уже долгами. И не платят или нет. То есть, она пришла, мне вот эту ситуацию проговорили, вот мне можно как-то это помочь? Это как бы, ну, собственно, я ей не говорю, я так растерялась, я не могла понять, конечно, как я помогу. Но она все равно была самоправдно пройти курс. Мы с ним начали заниматься, целый год она проходила. Через год происходит следующее. Возвращается в мушку.